Мы почти с вами осилили первую миссию первой кампании. Я базово начал уже понимать, что вообще за игра, что нужно делать. У нас с вами три героя. Лисандер, который... или Лисандр, надо определиться. Который уже 18-го левела и которого мы прокачиваем как такого бойца-индивидуалистом. К сожалению, я ему не смог взять заклинание воздаяния. Но, наверное, я тогда его спарю с другим героем. Так. И мы остановились на том, что не пройти через ворота. Но я на самом деле прочитал. Кажется, сюда надо идти. Здесь можно получить задание. Кажется, нам сюда. Сейчас посмотрим, здесь ли задание или нет. Самая красивая часть героев на мой вкус. О! Да я-то Клодман, а вы почему, спрашиваете? Вы пожали руку старого зодча. Вы сейчас на отдыхе? Спросили вы. Ну, меня вроде как заставили уйти на покой преждевременно. Я как раз закончил стену, защищавшую золотую шахту одного из здешних лордов. Но потом началась вся эта катавасия с парнем, который считает себя наследником Гриффон Ханта. Однажды я имел глупость высказать свое мнение о нем. Меня побили, а мой молот гномов украли. Ну, все сходится, да. С тех пор я и не работаю. А у нас есть молот, правда, у главного героя. Понимая, что хорошо было бы привлечь этого человека на свою сторону, вы спросили. А если я вам верну молот, вы могли бы мне оказать услугу? Вы не могли бы обрушить часть стены Клодмана? Зочи на секунду задумался над этим, затем кивнул и пожал вам руку. Конечно, сделаю. Так, гном-ми-молот у... у главного героя, Александра. Не знаю, сколько нам нужна армия для того, чтобы справиться. Ой, слушайте, я, наверное, пойду сражаться с двумя. Зочи Клодман немедленно взял из ваших рук молот гномов и принялся его изучать. Не знаю уж, как вам удалось найти его, но я точно у вас долгу, друг. И я примусь за разрушение этой стены как можно скорее. Бах! И что-то он там обрушил. Мы можем пройти. А, пока не знаю, пока не знаю, пока не знаю. Я плохо очень здесь стою. 20 конников. А вот это интереснее. Мы же теперь можем кастовать весьма активно. Благословение, ноль защитник, извлечение, небесные. Добавляет, перебивает. Воздаяние. Ладно, нам получат больше экспы. Они так прорываются. Хорош. Подожди, подожди. А чё вы? Чё они вам сделали? Э, теряя героев, я не получаю опыт за сражение. Одного-то ладно. Два второстепенных героя, которыми хотелось бы всё-таки... Хотелось бы всё-таки, понимаете? Где бы интереснее, в третьем, в четвёртых? Я очень мало... Нет! Я очень мало играл в четвёртых, чтобы... Экспертное своё мнение рассказывать. Давай-ка... Песнь мира делаем на этом. Жалко, что кони блочит у меня. Ну, придётся так делать. Это потеря по урону дикая. Ой, копеечки могут первые ходить у меня. Пытаюсь... Почему не заблочил-то копеечиков? Всё, справились. Герои живы. Экспы получили. И воскрешение работает. Кэтлин воскрешает. И пошли уровни. Шестой. Она такая мелкая вообще. Лепреконы первого круга. После своего пленения Нормик не раскрывал рта. Очевидно, он заключал сделку с Уортоном и надеялся, что тот когда-нибудь станет королём. Поэтому Лиссандр отослал Нормика в тюрьму и поставил на золотых шахтах охрану на случай каких-либо нападений в будущем. Как бы ни бронились и не возмущались феодалы по поводу отобранных шахт, они ничего не могли поделать, не напав на Лиссандра. Вортон не желал войны тогда. У него ещё было мало войск. Но когда мы отъехали от прииска, я заметил на лице Лиссандра тревогу. В чём дело мы, господин? Не золото и войска побеждают в этой войне. Милтон. Что? Да, я знаю. Чем дольше Вортон мутит, мутит народ, мутит народ, тем больше его слушают. Скоро вся знать Палаэдром примкнёт к нему. И что тогда? Спросил я. Тогда у меня не останется ничего. Лучшее оружие Вортона — это его ложь. Я должен доказать, что он жулик. Адамус, державшийся рядом с нами, сказал. Вам необходима помощь со стороны, лорд Лиссандр. Духовная помощь. Что ты имеешь в виду? Вортон может оказаться единственным человеком, знающим то, что вам известно. И он, конечно, не собирается вам этого рассказывать. Вам нужен некто, кто поведает вам незримые секреты. Кто-то подобный оракулу рассвета, сказал Адамус. Да, она хороша. Поддержал Праэфа своим зычным баритоном. Я слышал, она предсказала расплату за годы того, как это случилось. «Оракул рассвета», — произнес мой господин задумчиво. Я знал, что он... о чем он размышлял. Поиски оракула уведут нас в сторону. Нам придется оставить Палаэдру, а Вортон не применет воспользоваться такой возможностью. Лиссандр взвешивал шансы. «Если он начнет битву прямо сейчас, он победит, но утратит уважение своего народа». «Где Оракула можно найти?» — спросил он, наконец. «Да...» «Ну, слушайте, Оракула хороша», — говорит Праэфа. «Да, она хороша». «Поэтому давайте за ней пойдем». И победа. Первая миссия первой кампании. Ничего не понятно. Салют в нашу честь. «Один мудрец как-то написал, «Жребий требует жертвы. Принц не станет королем прежде, чем похоронит своего отца». «Я не понимал всей истинности этого утверждения, пока мы не приступили к поискам Оракула Рассвета. Интересно, какова будет цена ее знания?» Я понял, насколько серьезную угрозу представлял сэр Уортон лишь когда мы покинули земли Палаэдры. Лиссандр взял небольшое войско, чтобы оно было более подвижным. Святой Отшельник Адамус и его прожорливый помощник Праэфа попросились с нами. Хотя мой господин предпочтел бы не брать Праэфа, но не мог отказать Адамусу в просьбе. Но даже тогда я не верил, что Лиссандр оставит Палаэдру без своего руководства, пока мы не пересекли границу. «Подобающее ли время покидать страну, мой господин?» спросил я его в пути. «Нет». «И вам нельзя уходить. Пошлите лучше меня. А сами отправляйте, защищайте Палаэдру». Благородное предложение, Милтон. Но я должен идти сам. Палаэдре мне нечего делать, кроме как ждать неизбежного. Вортон ведет волну. Войну слов и лжи. «Я не могу защитить Палаэдру своим мечом от оружия, подобного этому. Только так я могу что-то противопоставить ему». «А кто будет править Палаэдрой?» громко спросил я. «Я поставил сэра Даймарка командовать войском Палаэдры, пока меня не будет. И думаю, всю Палаэдру можно ему доверить», сказал Лиссандр. «Я в недоумении остановил коня. Но сэр Даймарк родственник Грифонхатов. Не последует ли он за сэром Вортоном?» «Тут и дело, Милтон. Даймарк хорошо знал королевскую семью и убежден, что король Грифонхат никогда бы не приложил... не прижил, не приложил... не прижил ребенка вне брака». «Да, он никогда не признает кровь Грифонхата в Вортоне», сказал Лиссандр. Я с гордостью усмехнулся. В прошлом многие недооценивали ум Лиссандра, считая его лордом-боякой, полководцем неискушенным в политике. Но в дворцовых интригах мой господин управлялся не хуже, чем на поле боя. Вортон потратит недели, чтобы победить Даймарка, отдать ему страну. А Лиссандр тем временем сможет поискать способ изобличить мошенников. Еееей! И у нас, блин, сундуки. Очень маленькая карта какая-то вообще. Смотрите на мини-мапу. Так. Ну, бас про эфа. Давайте объединяться, наверное. Заходим. Соединяемся. А что там у нас? Застава прохода. О! Из уважения к оракулу рассвета лишь Лиссандр, Адамус и я вошли в башню. В ней было пустынно и тихо, однако нигде не было видно следов пыли и грязи, словно там каждый день убирали. У ворот располагался каменный алтарь. Лиссандр медленно приблизился к нему, в то время как мы с Адамусом остались позади. Мы не знали, чего ожидать. Здесь имеется надпись, сказал Лиссандр, указав на поверхность алтаря. Посмотрим, удастся ли расшифровать ее, задумчиво произнес Адамус. Но прежде чем Адамус сделал шаг, мой господин заметил. Не надо. Я сам могу прочесть. Это по-эрофийски. И он прочитал. Лишь духом достойных прием... Приемлет Оракул Рассвета. Проверка на алчность. Брось в воду сто по сто монет. Сто по сто. Ё-моё, сто по сто. Это же 10к. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй. Испытание, сказал Адамус. Да. Грусто вздохнул Алисандр. И уверен, что... Не, не уверен, что последний. Короче, я уже жалею, что давайте миссию можем переиграть. Мне нужно золотишко явно скинуть. То есть 10... 10 псарей нужно. В походах Алисандр часто делил пищу с воинами. Это давало ему возможность присмотреться к их поведению и здоровью. И вот прошлой ночью мы сидели у одного из костров и ждали, когда дожарится дикая свинья. Когда подошел по эрфе со здоровенной пивной кружкой в руке. А кабанчик-то еще... Не готов! Добродушно проворчал он. Нет, и в том твое преимущество перед ним. Ты-то уже вполне готов. Выпалил Алисандр. Опа! Ссора между ними была неизбежна. На ровном месте просто. Что вообще лайтовенько же? Я хорошо знал, что мой господин относится к поведению священника с неодобрением. Что вы, лорд Алисандр? С прошлой ночи все пивком разминаюсь. И никак изготовиться не могу. Солдаты рассмеялись вместе с Праэфа. Этот здоровяк нравился им, несмотря на то, что был святошей. Алисандр нахмурился, селись по бородик нефу. Ой, да какой! Праэфа подсел ко мне и протянул было свой повышенный Алисандр, но мой господин как бы не заметил его. В избежание дальнейшей ссоры я взял сосуд и передал ему его одному из солдат. Праэфа должно быть несколько смутился и перевел разговор в другую тему. Он откинулся на землю и, подложив руки под голову, громко рыгнул. Ну так, знает кто-нибудь, почему эти оракулы всегда так трудно даются? Пытался я как-то отыскать одного. Так он послал меня за снежные горы и темные пещеры искать то, о чем я вообще помыслить даже не мог. Воскликнул Праэфа. Многие солдаты, понимающие, закивали. Да, да. Вдруг мой господин поднялся и сказал «Судя по тому, как ты ведешь себя жрец во всех смыслах, неудивительно, что ты не нашел оракул». Александр стремительно повернулся и ушел. Истеричка какая-то, Александр. Че он не поужинав? Мой долг был последовать за ним. Уходя, я все еще слышал, как Праэфа продолжал разглагольствовать. Думаешь, будто при их мудрости оракулы делятся ее совсем подряд? Так нет. Хороший мужик вообще про Праэфа. Че, че начал? Да, давайте пока посмотрим, что у нас здесь. Халявный опыт. Ифриты. О, огромная нейтральная армия. Там дюжины ифритов, окруженные огненной аурой, которые наносят урон каждому, что атакуют, как в третьих героях. Причем грейжные ифриты. Также ифриты обладают иммунитетом ко всем взгляданиям огненной стихии. То же самое. И получают в половину меньше урона от огненных атак. Ага, элементария ифритов. И конь. Кошмары. Могут направить заклинание террора, которое заставляет врага потерять свой ход. Кажется, только в пятых они появились, да, потом? Да, это серьезная армия. Нам еще влево можно сходить, там предметы наверху. Возможно, надо было сплетануться. Было раннее утро, я набрал немного воды для утреннего чаепития. И тут заметил Адамуса, бродившегося по лагерю. Могу я быть вам полезен, сэр? Спросил я его. О, добрый рыцарь, нет. Я уже вошел в тот возраст, когда спишь все меньше и меньше, а он старенький, священник. Я подумал, что прогулка позволит не размяться. Эти долгие переходы в седле утомляют кости. Я привык к ним. Лорд Лиссандр редко подолгу засиживается на одном месте, даже в мирное время. Да, он такой неугомонный. Я слышал, что он ездит по стране, стараясь пересмотреть за каждым уголком пола Эдры. Должно быть, тебе это тяжко, сказал Адамус. Конечно, нет. Я в восторге от служения Лиссандру, а роженосце трудно желать лучшего. А как же твоя семья? У тебя есть жена? Дети? Нет. Я покачал головой. Действительно, большинство мужчин в моем возрасте уже женаты, имеют несколько детей, а я все за Лиссандром хожу. А пара детей, возможно, уже на подходе к зрелости. Мне осталось всего несколько лет, до 40-ка. А, вот даже так? И если я промешкаю слишком долго, так они уже в средневековье должны жизнь свою заканчиваться. Около 40 у него там. Если я промешкаю слишком долго, то буду чересчур стар, чтобы иметь детей. О, проблемы. Ха-ха-ха. Но тут я подумал о лорде. Че с ним и так? Но тут я подумал о лорде Лиссандре. Ему было 28, и он не выказывал ни малейшего интереса к женитьбе. Блин, что-то с этими двумя не так. И об заведению потомством. Был ли... Были... Нет, помните, что это 2003 год. Здесь все очень прилично. Этот мир еще можно было спасти. Были ли мы столь преданы своему ремеслу, что забросили даже мысли о семейном уюте? Возможно, и я женюсь однажды, когда будет время, сказал я. А когда это будет? спросил Адамус. Ты это знаешь? Я не знал и не хотел об этом говорить. Поэтому я извинился и оставил священника. Вот так вот. Неудобные вопросы, блин. Это снова ты. Я что-то забыл про сотни арбалетчиков. Да справимся, че. Ой, дурак! 200 во... Что? Мы все умрем. Ладно, разбафуем. Пытаемся пережить два выстава. Ой, они бегут! Это абуз на самом деле. Надо использовать эту механику. Просто халява. Арбалетчики не стреляли. Ну, правда, мне еще нужно как-то 150 копейщиков убить. Ну, разве кому-то это... Кого-то это беспокоит, правильно? Не беспокоит абсолютно. Абсолютно. Сколько ты нанесешь? Ну, можно удушающий кинуть, конечно. Сюда. Ну, неплохо. Держимся, держимся, держимся. Блин, реально держится. Давай песнь мира на кого? На ближнюю, вот на этому. Ай, сейчас убьет сразу. Да. Ну что, хорошая новость в том, что... А плохая в том, что да. Надо, наверное, сейчас закупиться просто здесь. У нас больше шансов на блок. Мы можем поставить сейчас людей в угол. И должны. поставить людей в угол. То есть, все просто убегают. Пытаемся прикрыться. Да ладно, достал! И главное, ты не понимаешь, как они долетят, не долетят. Извините, просто-просто... Не, нормально. Тогда нормально. Хорошо. Давай тогда... Опять я думаю постоянно, блин, что, что же мне делать. Точность раз. Давай дальше. Оберег смерти сюда. Нельзя, да? А у них уже встроенный оберег смерти. Паладины, кстати, в этом плане... Молодцы. Блэс. Дев. 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 38. Самый большой стак. Пытаемся вырубить. Ну, Лиссандр. Лиссандр. Все делает он. Два выстрела. Хорошие статы. 37. Почти сразу минус. Есть. Wait for it. Наша задача не подпустить... Не подпустить к Лиссандру. Вот и все. Минус 27. Добиваем. Справились. Но с трудом, конечно. О, двух крестоносов восстановили. Впереди еще пачка Блингарг. Так, а может мы с троллями с этими справимся? Их поменьше и... Да, давайте попробуем так. Так. Тролли это у нас хаос. Тролли хаос. Блин, ты кривой. Сейчас нормально сделаем все. Попробуем к троллям пробежать реально. Ну, вдруг там мимо проскользнуть можно. Может мы там подкрепку какую-то найдем или еще что-то. Там еще 40 человек. Я вертел. Раз, два. Минус мораль, хорошо. Небесная броня. Да какой звук-то вы выключаете? Зато в Диабле там такие уники, ребята. Одного кастоносца все потеряли. Может даже воскресим. Есть у нас левел ап. На 100 рублей сообщает Миша. Нужно выигрывать и проигрывать. А также проходить миссию. Самая главная подсказка же. Ну. Все, друзья. Хватит на сегодня. Два часа я выдержал. Но. Но я, скорее всего, переиграю вторую миссию. Вторую миссию, не первую. Попробую с этим. С меньшими потерями, короче говоря. Продолжение следует. Продолжение следует.